Три кита безопасности дорожного движения, знания ПДД, культуры вождения и технически исправные транспортные средства, следить за которым обязан каждый авто- и мотолюбитель. Некоторые добросовестно выполняют автомобильный чекап, а вот некоторые водители, вмешиваясь в конструкцию ТС, сильно ее изменяют, чем создают угрозу безопасности прежде всего для себя. Специальный рейд техконтроль прошел в Саранске в минувшие выходные. Отдельное внимание было уделено выявлению нарушений, связанных с незаконным внесением изменений в конструкцию транспортных средств, нанесением тонировки, несоответствующей требованиям государственного стандарта, установку газобаллонного оборудования, незарегистрированного в установленном порядке, а также дополнительного акустического оборудования в транспортном средстве. Один день и более 40 нарушений. Их выявили сотрудники ГАИ в столице Мордовии. Сразу несколько водителей управляли чрезмерно шумными автомобилями. Проверку они не прошли, иногда это случается из-за прогоревшего глушителя вследствие долгой эксплуатации, но зачастую автовладельцы специально устанавливают себе такую шумную деталь. Ответ на вопрос, для чего – один. Во время рейда с помощью специального прибора инспекторы технического надзора замеряли уровень шума. Значение измерения иногда превышали допустимые нормы. Этот автолюбитель оказался меломаном. В салоне своего авто он установил дополнительные динамики и усилитель звука. Признается, что в городе старается не использовать музыкальную систему на полную мощь. «Мы занимаемся автозвуком. Это, можно сказать, отдельный вид автоспорта. И вот, чтобы бороться громкостью своей системы, мы собирали вот такую систему. В городе никому не советую пользоваться этой аппаратурой». Придерживается ли этого совета сам автолюбитель неизвестно. На шумные автомобили не раз жаловались граждане в местных пабликах. Кроме того, это дополнительная нагрузка на энергосистему машины. «Я вам еще раз объясняю, что вот эта вещь, она может привести к сгоранию автомобиля. В случае, если коротнет, у вас какая-нибудь проводка, которую вы заколхозили. Правильно, машины же не просто так горят. Всякое может быть». В отношении молодого человека инспекторами ДПС был составлен административный материал по статье 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и выдано требование, согласно которому водитель должен устранить техническую неисправность в 10-дневный срок. Иначе регистрация его транспортного средства будет прекращена. И самое популярное нарушение – это чрезмерная тонировка. Водителям с такими неисправностями было выдано требование об устранении нарушения и составлен материал. Рейдовые мероприятия, как уточнили в региональной ГАИ, будут продолжены.